В Приморье назвали стоимость новой медсправки для водительских прав. В Приморье назвали стоимость новой медсправки для водительских прав 8.16.21.2019 года. Обновлено 10.47.21.2019 года. РИА Новости. Максим Блинов. Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. РИА Новости. Максим Блинов. Владивосток, 21 ноярея новости Главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко рассказал, что стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в 10 раз до 5000 рублей По приказу Минздрава с 22 ноября вносится изменение в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований, теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CTT, маркера хронического злоупотребления алкоголем Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП Вчера, 11.25 хорошей новости Электронные медсправки водителей, что готовят новый проект Минздрава и МВД В Департаменте здравоохранения Приморья РИО Новости ранее рассказали, что в регионе новые правила будут действовать с января 2020 года По словам Юхименко, чей комментарий РИО Новости предоставил представитель Департамента здравоохранения Приморья Необходимость закупки нового оборудования, реактивов, а также проведения дополнительных обследований влечет за собой рост цен на справки 18 ноября, 18 часов В ГИБДД поддержали инициативу выдавать право несовершеннолетним В настоящее время окончательная цена определяется Но уже сейчас понятно, что справка на права подорожает не менее чем в 10 раз А значит, стоимость такой услуги будет не менее 5000 рублей, отметил главврач Согласно приказу Минздрава России, обследование можно пройти только в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения В Приморском крае проводить анализ будет химико-токсикологическая лаборатория, отметили в Департаменте здравоохранения 18 ноября, 13-15 ГИБДД не планирует в ближайшее время изменять правила дорожного движения